Так ласково она называла свою дочь. 17-летнюю Дашу Максимову убили в 2011 году. Ровно 8 лет Марина Максимова искала убийцу своей дочери, писала письма, родственники устраивали одиночные пикеты. В Казань приезжали даже экстрасенсы и проводили расследования. Тогда мнение ясновидящих, сколько же было, нападавших разошлись. Два человека было. У меня идут один. У меня двое мужчин идут, но убивал в основном один, но второй как помощник. Орудием преступления является тупой предмет, монтажка или для отбития бифштекса молоток, что-то в этом роде. Он шел за ней и ударил по голове. А как экспертиза показала, что первый удар был уже смертельный. На два года, говорит Марина Ильдаровна, она отпустила ситуацию. Старалась не заниматься собственным расследованием и подальше спрятала страшные фотографии с места преступления. На днях решила позвонить следователю, но ей позвонили раньше и сообщили, что поймали убийцу ее дочери. Это эпизод следственного эксперимента. 48-летний Игорь Птицын рассказывает, как он совершал преступление. У меня, когда я услышала о нем, у меня что-то щелкнуло, как матери. А у моей сестры младшей тоже так же. Она говорит, я когда этот увидел сюжет, мне тоже показался это, говорит, вот он. Но я не могу сказать, что это 100% он. Мне нужно разобраться самой и увидеть наглядно, что это он. Дело в том, что за эти годы подозреваемых было десятки человек, несколько фотороботов. Поэтому маме Даши Максимовой нужны железные доказательства. Как и следователям, которые вычислили предполагаемого преступника с помощью новейшего оборудования по ДНК-следу. Установлено причастность к шести нападениям на женщин в возрасте от 17 до 35 лет, трое из которых были убиты. Все преступления совершены на территории города Казани в период времени с 2011 по 2017 годы. Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме и в ходе проверки показаний на месте рассказал о деталях совершенных им преступлений. Первое преступление, по версии следствия, Игорь Птицын совершил в 2009 году в авиостроительном районе Казани. Следующее в районе озера Глубокое. Так как большинство нападений происходило в районе озера Глубокое, то и следствие предполагало, что этот человек либо проживает где-то рядом, либо работает там. На самом деле Игорь Птицын живет вот в этом доме в авиостроительном районе на третьем этаже. Сосед по подъезду Птицына Павел Ермолаев помнит те годы, когда по телевизору говорили о маньяке убийцы, который нападает на женщин. Тогда шарахали все женщины, боялись на улицу выходить. Из-за чего я помню, я жену свою в школу запровождал, обратно встречал. Он и подумать не мог, что предположительно тот самый маньяк проживает рядом с ним. Павел был понятым при проведении обыска в квартире Птицына. Общение было спокойненькое, растолковало по полочкам так красиво. Ну, как интеллигентные люди, разговаривал так интеллигентно. Все соседи в один голос говорят, что был Птицын человеком доброжелательным, хотя не любил общаться. О нем можно сказать немного. Окончил вуз с красным дипломом, работал охранником на одном из предприятий Казани. Семьи у него нет. Пять лет назад похоронил мать. Вот его сейчас обвиняют в убийстве. Не может быть. Или подставлен, или вот нам кажется, нет, я этому не верю. Мы не верим. Очень хороший, очень хороший мужик. Своих жертв он подбирал по одному типажу. Светленькая, невысокая. До Даши Максимовой было еще одно нападение на Инну Солодянкину. Но девушка выжила. Ее случайно нашли в кустах через три дня после пропажи. Инна Солодянкина стала жертвой преступников в мае прошлого года. Но этой девушке необычайно повезло. От ударов по голове она не скончалась, а впала в кому. В итоге Инна осталась жива. У нее потери памяти, амнезии полные. Мы связались с Инной. Она говорит, что вообще ничего не помнит. Ее отец попросил журналистов не тревожить дочь. Сперва думали об этом, что его поймают. Потом уже время прошло, время сглаживает. И поэтому мы уже стали забывать эту ситуацию. Жизнь идет, нам надо жить с тем, что есть. Поэтому даже и не надеялись, и забыли про это. Если это реально тот человек, это хорошо, что ее поймали. Потому что каждый человек должен отвечать за свои поступки. В семьях, дети которых пострадали или умерли, говорят, что появилась надежда на справедливое возмездие. Марина Ильдаровна как только узнала, что предположительно нашли убийцу Даши, она обратилась к своей погибшей дочери, глядя на ее фото. Я только сказала, Даша, наконец-то этот убийца найден. Я думаю, что все-таки, я не хочу пока думать, что это убийца, но говорить, потому что я сто процентов не знаю. Но похоже, что это он. Равиль Мухменов, Руслан Гафиатуллин, Татаринформ.